МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе следствия выясняются все новые подробности таинственной гибели трех человек в Чамзинском районе. Напомним, 11 декабря в селе Сабур-Мачкассе в своем доме были найдены тела двух сестер 82 и 79 лет, а также 57-летнего сына одной из них. Такую картину увидела родственница, которая пришла проверить мать, не выходившую на связь более двух дней. Правда, внутрь она попала не сразу. Дверь была закрыта, и женщина пригласила участкового. Он выставил стекло в сенях и швабры отодвинул задвижку. А когда оба зашли внутрь, родственники лежали без признаков жизни. На место происшествия в указанный день выезжала следственная оперативная группа. В ходе осмотра вышеуказанного дома информация подтвердилась. 12 декабря 2017 года мной было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьей 111 Уголовного кодекса и частью 3 статьей 109 Уголовного кодекса. Квалификация преступлений появилась сразу после вскрытия тел погибших. Если мужчины и тетя скончались от отравления угарным газом, то его мать умерла сутками ранее от травматического шока. У нее были переломаны ребра. Пока версия одна. Вечером сын распивал алкоголь и, находясь в таком состоянии, избил мать, которая от полученных травм скончалась. Как-то остановить племянника вторая женщина не могла, поскольку с трудом передвигалась и лежала на постели. Оставив бездыханное тело лежать на полу у входа в дом, мужчина решил продолжить застолье, но забыл открыть задвижку печи, в результате чего дом наполнился угарным газом. Погибли все. Панечкин сын, Панечкин, при жизни злопотребил спиртным и, по сути, нигде не работал. И мог в отношении, по одной из версий следствий, мог в отношении Панечкин и своей мастерей принять физическое насилие. То есть на момент обнаружения входа в дверь вышеуказанного дома была закрыта изнутри, следов проникновения в дом не имелось, посторонних лиц в доме никогда не было. Соседи рассказывают, что погибший Александр Панечкин не отличался добрым отношением к родственникам. Он неоднократно избивал пожилых женщин, а на двери их дома всегда висел замок. Даже когда о пенсионерах забеспокоились медики, мужчина отказался пускать их в комнату. Несколько раз соседи, услышав женские крики, вызывали полицию. Но узнав об этом, Александр убегал из дома через огород и не появлялся до тех пор, пока всё не утихнет. Год назад на Панечкину уже было заведено уголовное дело за избиение матери. Но, видимо, его это не остановило. Он выгонял их среди лета, из дома выгонял. Но постоянно зарывал и бил. И водой холодной мать зимой заливал водой. Я не знаю, что за человек. Это его работа, потому что он издевался над ними постоянно. Была пятница, но сказали, пусть они придут на рентген. В фюрографии. Они их не пустили. Потом Марина, медпункт заведующий, говорит, надо с милицией. Всё равно скорую вызвали, и на скорую не пустили их даже. Кто его не пустили? Ну, может, он уже убил до этого. Что на самом деле произошло в день трагедии, будут устанавливать криминалисты и следователи. На месте они собрали достаточно улик. Екатерина Шокурова, Игорь Гангаев. Программа «Происшествие». 12 декабря примерно 8 часов на 14-м километре автодороги с сообщением Нижновград-Саратов, село Шишкеево, водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2107, двигаясь со стороны города Ружаевки в направлении села Шишкеево, не обеспечивал постоянного контроля над движением транспортного средства, в результате чего совершил лобовое столкновение с автомашиной ВАЗ-2107, которая двигалась во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водители получили многочисленные травмы, скончались при транспортировке Ружаевскую ЦРБ. У водителя из докров на анализ по данному факту проводится проверка. Надежда Юдаева, инспектор по пропаганде отделения госавтоинспекции отдела МВД России по Ружаевскому муниципальному району. Почему вы решились на такой поступок? За то, что вы решили. Слишком много времени уже прошло. Вину признаем. Содей на камень. Все. 13 декабря Верховный суд Мордовии вынес приговор трем членам бывшей группировки Юго-Запад Коновский. На скамье Юсупов, Ишенин и Горячев. Именно они, по версии Следственного комитета, 11 лет назад расправились со своим оппонентом Рыбкиным. В свое время Юсупов и Ишенин, у них был свой бизнес. И произошел конфликт интересов с потерпевшим Рыбкиным. Рыбкин являлся членом организованной преступной группировки «Святихстроевские». Время шло, и к 2006 году ОПГ «Святихстрой» практически прекратило свое существование. А значит, что Рыбкин остался без поддержки старших товарищей. Вот тогда-то Юсупов с Ишениным решили вернуть долг и привлекли своего знакомого Горячева. Сначала они начали слежку, а 20 июня 2006 года решили действовать, заранее распределив роли между собой. Юсупов организовал это все, а Ишенин и Горячев исполнили. При этом Ишенин совершил выстрелы в Рыбкино. Это было по улице Инсарская, возле дома по улице Инсарская, 17 города Саранска. Горячев стоял рядом, следил за обстановкой, за окружающей. Выстрелы прозвучали, как только потерпевший подъехал к своему дому на отцовской семерке. Мужчина скончался на месте преступления. Кроме Рыбкина, в машине находились двое его друзей, которые от испуга сбежали. После они стали главными свидетелями этой криминальной разборки и дали показания. Тогда, 10 лет назад, следователи собрали немало улик. Но доказать причастность троих членов ОПГ Юго-Запад Коновские не смогли. Однако один из подозреваемых сам написал явку успоминной спустя годы и чистосердечно во всем признался. Уголовное дело было возобновлено и доведено до суда. Было испрошено следующее наказание. Естественно, в виде лишения свободы. Горячего в виде 9 лет лишения свободы. Ишенину в виде 11 лет лишения свободы. Юсупову в виде 12 лет лишения свободы. По совокупности преступлений. Поскольку у Ишенина и Юсупова еще были приговоры, за которые они были осуждены. Были учтены и смягчающие обстоятельства. Это полное признание ими своей вины и наличие несовершеннолетних детей. В среду каждый из обвиняемых выступил с последним словом. Ваша честь, да, наступление в свое время, не знаю, в каком-то моменте, раскаюсь еще. Прошу, срок не наказывать. В ходе следствия все трое частично возместили ущерб отцу Рыбкина. После обеда Фемида огласила обвинительный приговор. Юсупову и Ишенину назначено 9 лет и 6 месяцев, а Горячего 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Анастасия Семушева, Алексей Демин. Программа «Происшествия». Утром в среду на пожаре в Саранске чуть не погибла женщина-инвалид. Возгорание в квартире на втором этаже дома номер 52 по улице Гожуская заметил прохожий. Позднее выяснилось, что 63-летняя горожанка была дома одна и не имела возможности самостоятельно передвигаться. О признаках пожара прохожий сообщил дежурившим на дороге поблизости сотрудникам ДПС Владимиру Жбанову и Сергею Горшинину. Поднявшись на второй этаж, мы заметили, что из квартиры на втором этаже исходят клубы дыма. Постучавшись в дверь нам никто не открыл. Постучавшись с соседями, они пояснили, что в данной квартире проживает женщина-инвалид. Дверь открыть она не сможет. Мы замедлительно связались с дежурной частью ГИБДД и МЧС. Мы спустились со второго этажа, чтобы обеспечить проезд пожарной техники к месту пожара. Спасатели прибыли через несколько минут. После того, как дверь была срезана с петель, сотрудники МЧС обнаружили в квартире пенсионерку, которая стонала на тлеющем постельном белье. Вместе с инспекторами ДПС они вынесли женщину на улицу и передали врачам скорой помощи. У пострадавшей диагностировали отравление продуктами горения, но от госпитализации она и приехавшие на место происшествия сын отказались. Тлеющий матрас спасатели вынесли на улицу, чтобы не заливать квартиру водой. Распространение огня на внутреннюю отделку они не допустили. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении в постели. А это кадры пожара из пригородного поселка Николаевка. Около часа ночи там загорелся частный дом на улице Первомайская. Очаг находился в районе потолочных перекрытий. В момент возникновения пожара в помещении находилась семья, хозяева дома, которые самостоятельно покинули помещение, председавших нет. Учитывая, что дом имел сложную конструкцию с различными пристроями, а рядом находилась баня и дровник, огонь мог распространиться на большую площадь, но пожарные этого не допустили. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Александр Аносов. Программа «Происшествия». Третий отдел полиции Саранска разыскивает мужчину, который 5 декабря 2017 года в 19 часов похитил из сетевого магазина бутылку алкоголя и 6 плиток шоколада. Приметы подозреваемого. На вид 35-40 лет. Плотного телосложения. Рост 170-175 см. Стрижка короткая. Был одет. Болоньевая куртка с меховым воротником черного цвета. Брюки черного цвета. Ботинки черного цвета. Если вам что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам в Саранске 29 90 02 или 102. Третий отдел полиции Саранска разыскивает женщину, которая 26 июля 2017 года в период времени с 18 часов 50 минут до 19 часов 5 минут из банкомата, расположенного на улице Коммунистической в Саранске, похитила 7 тысяч рублей, оставленная предыдущей клиенткой. Приметы подозреваемой. На вид 40-45 лет. Рост 170-175 см. Плотного телосложения. Волосы темные, средние. Был одетым в длинное платье оранжевого цвета с красными узорами. Углове солнечные очки. Если вам что-либо известно о личности или местонахождении, разыскиваемые, просьба сообщить по телефонам 29 90 02 или 102. Первый отдел полиции Саранска разыскивает без вести пропавшего Кулипова Алексея Владимировича 1977 года рождения, который 19 марта ушел из дома в поселке Николаевка, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Примета Куликова на вид 40 лет. Рост 165-175 см. Среднего телосложения. Волосы прямые и темно-русые. Был одет куртка-ветровка темного цвета, спортивные трико и кроссовки темного цвета. Граждан, обладающих информацией о местонахождении Куликова, просьба сообщить по телефонам 29 77 88 29 77 61 или 102. Госавтоинспекция по республике Мордовия поддержала всероссийскую акцию по безопасности дорожного движения «Пристегнись, Россия». Я пристегнулся, пристегнись и ты. Передаю эстафету спасателю МЧС Андрею Костину. Пристегнулся я, пристегнись и ты. Передаю эстафету Тимофею Светлане Яновееву. Пристегнулись мы, пристегнись и ты. Передаю эстафету инструктору автошколы Олегу Сотову. Я пристегнулся, пристегнись и ты. Передаю эстафету всей России. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok